Родитель говорит, что нашему ребенку один год. Он совсем спокойный ребенок, но совсем не любит смеяться, не любит улыбаться. Стараемся ему смешить, но у нас не получается, ничего не получается. Что это может быть? Нам обратиться к невропатологу или обратиться к психологу? К кому нам обратиться? Я думаю, что сначала нужно обратиться к детскому врачу, к педиатру, для того, чтобы ребенку были сделаны обследования его организма, с тем, чтобы определить, какие причины у него есть. После этого уже только можно обращаться, на мой взгляд, к невропатологу, тем, чтобы определить уже более точно, если будут выявлены проблемы. Да, есть определенные нормы проявления развития детей, но начинать надо, и они как бы известны, и они очень хорошо известны врачам, педиатрам, детским врачам. Вот прежде всего, с моей точки зрения, сначала нужно ребенка показать опытному врачу-педиатру детскому, чтобы он проверил его рефлексы, проверил его вообще по известным параметрам функционирования его организма и сделать необходимые медицинские обследования, пробу крови и так далее. Только после этого можно обращаться, на мой взгляд, к невропатологу. Дэвид бэй Share Кольцам, что они удают, что вы900, что вы выяснили, что выяснили, что выяснили 2-3, которые выяснили, что выяснили, что выяснили, что выяснили всю свою очередь, что насனит Учитывая, что выяснили, что у него неплохая или неизбукция, у вас есть В вашем практике такие случаи были бы? Ребенок, у него один год, и он совсем не смеется. Ну, вот вы в прошлый раз видели как раз такую семью. Яна из Братислава. Ребенок практически... Один год семмесячный, да. Да, да, да. Яна, это программа загяну, что берешь ей дали ушах. Вот как раз вот это вот и пример ребенка, который не улыбался, и только вот сейчас он начинает улыбаться. Нам недавно прислали видео, не помню, кто показывал, ты показывала, да? Как ребенок, он приехал домой, встретился с отцом, и ребенок впервые в жизни начал смеяться. Нет, нет, Яна, которая была в прошлый раз. Видно, как она смеется. Год семь месячный ребенок. Он только вот в это время начал улыбаться. Причина была тяжелая родовая травма, там была трепонация черепа, там было много чего. И да, вот, был такой случай. Вот совсем недавно его видели как раз. ребенку сколько вот да сколько ему 5-6 что-то вода тоже да вот ребенок азербайджанский 5-6 лет ребенок как они сказали родители он вот родился уже вот с таким вот выражением сергей он редко улыбался неделю назад я сказал ее маме что надо вот заставлять его улыбаться просто заставлять вот не привык вот показывать ему как улыбаются как радуется и сказал что он будет улыбаться сейчас вот сегодня его видео не важно сегодня он уже бегал смеялся я кого-то видео смеяться не просто улыбался он смеялся раньше такова по словам родители не было азербайджанский диккатинзе чаттырум киев Давид Эйхелин в Йосифа Эйхелин bugün ушақлар узариндя аутизмли серебрал ифлищли давраны спонсунута рэзи чекен ушақлар узариндя апардыклары терапия апардыклары беле дим дэ метод лар fuerine айтдрю сUNGМЕР в своя Браз оцену Израиле гелят ушақлар сағалылар. Мюктәліп өлкелерден гелят. Да, онлар, прошу вас. Ну,.... Израилы? Поэтому она всегда какая-то физическая. То есть повышенное черепное давление во многих случаях. Бейн тези, который может аглама у шага? Вы мне напомнили один случай. Несколько лет назад привели ребенка. Это было во время короны. Ковид-донамы, когда ребенок привели ребенок. У которого были сняты сюжеты, например, грузинского телевидения. Его зовут Леор. Он пришел в возрасте год и месяц. Детский церебральный паралич в результате родовой травмы. Вот этот ребенок никогда не улыбался. Тоже было такое. Сейчас это совершенно другой ребенок. Просто вы мне напомнили, что Леор. Потому что он никогда не улыбался. О ушах да не улыбался. Продолжение следует... Продолжение следует...